Здравствуйте! В эфире ТВЛ. Прямо сейчас мы расскажем вам о самом интересном. На прошлой неделе на выезде из города в сторону села Васютино жителями Электрогорска была обнаружена свалка мусора. Тогда заместитель главы Илья Лялин обещал взять это нарушение под личный контроль. Мы выехали посмотреть, что происходит там сейчас. Совсем недавно на этом месте наша съемочная группа и жители Электрогорска наблюдали свалку мусора. На сегодняшний день ее тут нет. Соответственно, мусор не исчез сам. Его убрали. А убрала его подрядная организация, которую наняла администрация города. Но никто не застрахован от того, что свалка не появится вновь в этом или другом месте. Если все-таки жителями будет обнаружен свал мусора на территорию города, передать информацию об административном нарушении можно в администрацию Электрогорска или отдел Госадомтехнозора. У 14-й школы в ближайшее время переоборудуют пешеходный переход. В связи с чем, узнаете из нашего сюжета. Ранее на одном из заседаний по безопасности дорожного движения обсуждался вопрос заездного кармана и благоустройства пешеходной зоны у 14-й школы. В соответствии с новыми национальными стандартами, каждый пешеходный переход у общеобразовательного учреждения, то есть тот переход, который выходит непосредственно на дорогу, должен быть оборудован разметкой двухцветной, оборудован светофорами Т7 пешеходными, которые сейчас мы можем увидеть у 14-й школы, улицы и такие есть, и пешеходным ограждением по 50 метров в каждую сторону пешеходного перехода. Именно у 14-й школы сложилась непростая ситуация. Родители высаживают детей в заездном кармане, но с новыми стандартами его оградят, и там останется маленькая площадка для автобусной остановки. Так как стала проблема с тем, где высаживать детей и как организовать весь этот момент, мы комиссионно 2 июня выехали на место с представителями ГБДД с нами, с представителями МБУ дорожного хозяйства, и в существующих условиях там было принято решение расширить существующий карман, который по правой стороне на улице Комсомольской находится. То есть там сейчас он есть небольшой для одной машины, мы его расширим вплоть до контейнерной площадки, там есть сбоку тоже вход к школе, который в утренние часы будет открываться. Помимо этого будут предусмотрены подходы к образовательному учреждению лицей. Уберем мы два существующих пешеходных перехода, сделаем один, и к нему со стоянки ФОКа мы сделаем подход, новую дорожку пешеходную, двухметровую, хорошую, нормальную дорожку. Работа по переоборудованию пешеходных переходов в соответствии с ГОСТом планируют завершить к началу предстоящего учебного года. Ни дождь, ни сильный ветер не остановил 7 июня сотрудников, любящих свое дело в любую погоду. Несмотря на прохладу, несвойственную июню, инспекторы провели свой еженедельный рейд. По поручению главы мы сейчас смотрим ситуацию, которая у нас творится в районе въезда в город, в том числе объект, который называется Стелла, кстати, закреплен по Ленкову, по вопросу ОКОСа, понятно, да? Потом центральную дорогу смотрим также по вопросу ОКОСа, ну и дальше по городу ездим по нашим тем объектам, которые были у нас обозначены при прошлом объекте. Хорошо? От территории у Стелла оказалось непокошено, хотя на территорию города траву скосили. Сотрудникам Ленкома были выданы рекомендации по устранению недочета. Следующим объектом стала контейнерная площадка, за состоянием которой наблюдают уже не одну неделю. Как вы видите, наконец-то там чистота и порядок. Осталось за сарайами убрать крупногабаритный мусор. Вот если так забраться, какое отношение имеют к нам вот эти диваны? Потому что они у вас на территории были, в вашей зоне. Это не наша территория. В вашей зоне они были, это ваши оттащили, их похоже в кювет бросили. Кто наши оттащили? Ну кто там, я не знаю. Вам же у них там столы там снули. Ну они просто раньше лежали в зоне контейнерной площадки. Просто в зоне, то вывозите ежедневно? Нет, я с вами не соглашусь. Извините, но это факт, это правда. На улице Безымяна не восстановлено благоустройство придомовой территории. Ну вот по поводу благоустройства этой территории. Есть гарантийное письмо, значит привезти все в подлежащий состояние до 20-го иния. Под контролем он находится у муниципального инвентарного предприятия, директора заказчика, директор Александр Александрович Анатольевич. То есть на контроле держим, да? Проверим потом. Итоги объезда таковы. Ну результаты сегодняшнего объезда показали, что работы проводятся в целом по территории. Но есть еще недостатки, отдельные замечания. Это касается в части окоса травы, уборки смета на дорогах. Поэтому уже следующий объезд, который будет у нас проводиться с представителями Госадмодтехнадзора, он уже будет проводиться со составлением документов, в основании которых в случае выявления нарушения, юридические лица будут привлекаться к административной ответственности. Ответственные лица приняли к сведению информацию, а результаты покажет следующий объезд, который пройдет ровно через неделю. Жители Электрогорска обеспокоены и возмущены частым появлением незнакомых женщин на пороге своих квартир. Мы постарались прояснить ситуацию. В последнее время активизировались представители не государственного пенсионного фонда, а может вовсе эти люди мошенники. По словам очевидцев, они звонят в дверь, просят документы, снилс-паспорт и представляют сотрудниками пенсионного фонда. Всем добрый вечер. Знаю, уже было обсуждение, но не могу найти. Сегодня ко мне зашли две женщины, представились с сотрудниками пенсионного фонда, показали удостоверение и спросили, зарегистрировала ли я в пенсионном фонде договор с негосударственным пенсионным фондом. На сайте пенсионного фонда написано, что сотрудники не ходят по квартирам. Может кто в курсе? Наше отделение отправляет сотрудников по квартирам. Во-первых, представители пенсионного фонда, именно российского, государственного, руководителем которого я являюсь, по домам не ходят никогда, ни в рабочее время, ни в не рабочее время. Мы работаем только через клиентские службы. Поэтому, если к вам пришел человек и, так сказать, не понимая, говорит, я из пенсионного фонда, люди должны понимать, что это однозначно не наше управление пенсионного фонда, а вот, скорее всего, это представитель какого-то негосударственного пенсионного фонда. Для чего же представители некосударственных пенсионных фондов ходят по домам и вводят в заблуждение жителей? Возможно, они хотят, чтобы человек перевел пенсионные накопления к ним. Я хочу напомнить, что все лица 67-го года рождения, моложе, все граждане, имеют свои пенсионные накопления, те, которые за них платит работодатель. То есть работодатель начисляет страховые взносы, и часть этих денег, вот так называются, пенсионными накоплениями. Здесь нужно помнить, что вот как раз лица 67-го года рождения и моложе, могут свои пенсионные накопления инвестировать, скажем так, в разных источниках. Кто-то оставляет эти деньги в пенсионном фонде Российской Федерации, то есть в государственном пенсионном фонде, и пенсионный фонд работает с Внешэкономбанком, и они инвестируют эти деньги. Но также у людей есть возможность перевести свои накопления в негосударственные пенсионные фонды. И, естественно, негосударственные пенсионные фонды, ну, скажем так, они все-таки разъясняют это, да, о том, что людям, что да, есть такая возможность переводить деньги. И, в принципе, ну, достаточно большое количество людей действительно хранят свои пенсионные накопления, точнее, не хранят, а даже инвестируют, да, свои пенсионные накопления через негосударственные пенсионные фонды. Как уже было сказано, представитель должен разъяснить всю информацию, зачем он пришел, и объяснить, что человек вправе перейти в негосударственный пенсионный фонд и все правила. Если посмотреть с законодательной точки зрения, то негосударственные пенсионные фонды вправе осуществлять рекламную деятельность своей компании. Вопрос, как он это делает. В любом случае человек вправе решить для себя, переводить ли ему свои накопления из государственного пенсионного фонда в другой. Но при этом он должен подтвердить свой переход заявлением в отделении пенсионного фонда. Некоторые пенсионные фонды, негосударственные, они практикуют такие вещи. Ведь когда заполняется договор, допустим, человек сразу говорит, я хочу, давайте я заполню договор. Ну, заполнил он его. В договоре указываются персональные данные, паспортные данные, и все, и место проживания, ну, в общем, полный набор, в том числе и страховое свидетельство. И некоторые негосударственные пенсионные фонды, что они делают? То есть они не предупреждают человека о том, как должно быть. Они, по идее, должны ему сказать, хорошо, вы заключили с нами договор, а вот теперь, пожалуйста, в течение недели-двух дойдите до ближайшего территориального органа пенсионного фонда и подайте, пожалуйста, заявление. Соответственно, у человека есть время вообще еще раз подумать, да? Потому что если он не придет и не подаст к нам заявление, обдумав вот эту ситуацию, если он скорополитно что-то подписал, то, в принципе, этот договор по умолчанию аннулируется. Но если некоторые, еще раз возвращаясь, негосударственные пенсионные фонды, они что делают? Они воспользуются персональными данными того человека, который они получили. Они его регистрируют через ЕПГУ на портале госуслуг и потом от его имени подают заявление в электронном виде о переводе средств пенсионных накоплений туда. И тогда человек через полгода узнает, что он никуда не ходил, он заявления никакие не подавал, но почему-то его деньги находятся в негосударственном пенсионном фонде. Конечно, это неправильно. Если вы все-таки по своему незнанию предоставили свои данные посторонним людям, но не обращались в Государственный пенсионный фонд, и теперь думаете, где же находится ваша накопительная часть пенсии, можно поступить следующим образом. Сейчас, конечно, есть понятие личный кабинет застрахованного лица. Естественно, это нужна регистрация на том же ЕПГУ и прочее, но это очень удобно. Через личный кабинет застрахованного лица открывается вкладочка, и многие люди просто видят вот эту распечатку и видят, что ваши пенсионные накопления формируются. И там будет написано ВЭБ, Внешэкономбанк, это будет государственная управляющая компания, это ПФР, по существу, да, можно на крайность поставить. Или там будет написано, где можно проверить. Можно прийти в управление пенсионного фонда, кто не справляется сам, и сказать, распечатайте мне, пожалуйста, я хочу получить свою выписку с моего лицевого счета. И в этой выписке он увидит полную информацию, и сколько денег у него накоплено, и где они находятся. Ну а лучше не делайте скоропостижных решений, если к вам пришли представители Негосударственного пенсионного фонда. Подумайте, возьмите контакты, узнайте о фонде всю информацию, и если решите перевести накопительную часть, сами свяжитесь с ним. Инспекторы главгостроенадзора провели строительство здания полиции, расположенного в городском округе Электрогорск. Работы по строительству ведутся в графике. В настоящее время строители проводят работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных сетей. Общая площадь здания – 4752 квадратных метров. По сообщению начальника Главного управления Государственного строительного надзора Московской области Руслана Тагиева, генподрядчикам своевременно устранены выявленные замечания, связанные с несвоевременным внесением изменений в проектную документацию по монтажу инженерных сетей, которые были обнаружены в ходе проверки. Финансирование строящегося объекта осуществляется из федерального бюджета. Заказчиком является Главное управление МВД России по Подмосковью. Срок сдачи объекта – 4 квартал 2016 года. С 30 мая по 6 июня на территории обслуживания ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России в Павловском Посадке произошло 37 дорожно-транспортных происшествий. Из них 5 – ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. Сотрудниками ГИБДД пресечено 298 нарушений правил дорожного движения на территории нашего города и в Павловском Посаде. В июне месяце в Электрогорске проводились мероприятия «Внимание, дети! Курорт!». 7 июня на территории города Павловский Посад проводился оперативно-профилактический рейд ребенка в автомобиле. В результате рейда пресечено 8 правонарушений. На июнь месяц на территории Павловского посадка муниципального района и городского округа Электрогорск запланированы оперативно-профилактические рейды «Тонировка» и «Нетрезвый водитель», а также целевое профилактическое мероприятие «Пешеход». Военно-патриотические соревнования прошли для клуба в Подмосковье. В полевых условиях ребята провели два дня. Подробности у Анны Шевалиной. Бежим, бежим, бежим! Давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, плывем! Плав, помогай! Помогите! Соревнования «Электрогорские маневры-2016», посвященные гибели 42 добровольцев, погибших 26 мая 2014 года при боях за аэропорт в городе Донецк, прошли на базе гарнизона «А». Организаторами выступили Электрогорское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевое братство, Организация Российский союз ветеранов Афганистана, Администрация Электрогорска и Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А». Сегодня у нас присутствует 9 команд из разных городов Подмосковья, в том числе Сергий Посад, Раменская, Нагинск, Старокупавна, Дмитров и Электрогорская команда. Помимо военно-патриотических клубов присутствовали родственники погибших и почетные гости. Мы вспоминаем наших ребят, отдаем дань уважения и, конечно, скорби нашим ребятам, которые погибли на Донбассе, в Донецком аэропорту, в Луганске, вообще всем нашим настоящим воинам, которые выполняют свой долг и с честью его, конечно, выдерживают. Поэтому хотели бы сказать вечную память нашим ребятам. И самое главное, чтобы вы, дорогие наши ребятишки, помнили, какой ценой это остается. Соревнования для ребят проходили два дня. Для них было подготовлено множество этапов, которые нужно было выполнить на отлично. Самой сложной, наверное, была полоса выживания. Это водные преграды, которые ребята сейчас прошли. Проволочное заграждение со звенящими элементами, которые нельзя задевать. Граната метания. Это участок заграждений в окопах внутри. При одолевании подъема это веревочный этап. Они должны будут на веревке подняться. И стрельба стоя с подхода. Все это заканчивается большим ускорением. Да, сегодня полоса необычная. Раньше это было все внутри, внутри озера. Но поскольку это сейчас одна сплошная водная преграда, мы решили ее раздифференцировать. И пустили это все по пересеченной местности, как раз по берегам. Но получилось гораздо интереснее, лучше, ну и труднее, наверное. Потому что местность очень порезана, местность холмистая и песчаная. Ребятам будет сложно, честно. Также ребят ждали интеллектуальные медицинские конкурсы, этап разминирования и разведения костра. Все судьи были независимыми, а победители выбирали по принципу сильнейший. По итогам победу одержал военно-патриотический клуб «Воин» из города Воскресенск. Отряд «Зорюшки» электрогорского клуба «Доблесть» взял второе место. Третьими стали ребята из Лосино-Петровска. День социального работника праздник ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. Этот день был установлен 27 октября 2000 года указом президента. История же праздника уходит своими корнями еще в Петровскую эпоху, когда в 1701 году Петром I был подписан указ о создании богоделин для престарелых, нищих и больных. Подобные заведения открывались при церквях и имели государственную поддержку. В части этого праздника в городе прошло мероприятие. День социального работника отметили в Электрогорске представители этой сферы. В зале Дома культуры собрались сотрудники и почетные гости. Разрешите вас поздравить с замечательным профессиональным праздником, Днем социального работника, ну и, конечно, только слава и благодарности выразить вам за ваш труд, за ваши добрые сердца, за ту работу, которую вы делаете в нашем городе, за внимание к нашим ветеранам, за внимание к нашим многодетным семьям, к нашим жителям, которые попадают в тяжелую жизненную ситуацию. Конечно, это требует особого внимания, особой заботы и, наверное, особого подхода. Отделение соцзащиты впервые было открыто на территории Электрогорска в 1992 году. В 13 лет руководителем была Ирина Лазарева, затем работаю на этой должности продолжила Татьяна Зотова, а на сегодняшний день возглавляет социальную защиту Владимир Морозов. За эти годы учреждение только процветает, расширяется и оптимизирует свою работу. Во время праздника сотрудники социальной защиты и подведомостных учреждений были награждены почетными грамотами главы города и благодарственными письмами от Совета депутатов. А артисты Электрогорска поздравили их своим творчеством. Жизнь себя трясет, как грушу, придешь трудиться, закрашивай. В работу ты вложил всю душу, но не остался без души. В работу ты вложил всю душу, но не остался без души. В продолжение праздника 11 июня для людей пожилого возраста сотрудники социальной защиты устроят танцы в парке. Желающих вспомнить молодость ждут в 11 утра в комплексном центре. Красивая ритмичная музыка, тонкий звон украшений, притягивающие взгляды и манящие движения красивого женского тела, тонкий стан плавной линии и загадочно-притягательный взгляд – все это великолепие зовется восточными танцами. Концерт по этому виду танца прошел выходные. Студия восточного танца «Лами» сдала свой ежегодный отчетный концерт. В зале Дома культуры собрались родители, близкие, любители этого вида танца. В студии, кстати, занимаются не только взрослые, но и дети от 7 лет. Порядка 20 участниц студии «Ламис» выступили в этот день. Гости с улыбкой наблюдали за ними. Многие снимали танцы на телефон, чтобы сохранить эти моменты не только в своей памяти, но и в архиве. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что наши новости доступны в интернете. С вами была Ольга Костина. Всего доброго и хороших выходных!